Около 70 тысяч тонн лососей выловили камчатские рыбаки с начала путины. Это почти половина от стартового прогноза, данной рыбохозяйственной наукой. Былов Нерки на восточном побережье вдвое превысил стартовые прогнозы. Сейчас наблюдаем затухание активного промысла в Карагинской подзоне. Там сейчас постепенно снижается уже уровень суточного улова. На востоке отмечаем приостановку промысла и в Камчатском залее. Это как с естественными причинами связано. Идет переход от ранней формы к поздней. Сейчас такая пауза. И соответственно у нас сейчас действует большой проходной период в этом районе, который позволяет обеспечить задел по пропуску поздней формы Нерки. Он продлится до начала августа. Это ориентировочно. Особенностью пути на этого года является значительный подход Нерки не только на восточном побережье, где улов уже превысил вдвое стартовые прогнозы, но и на западном побережье, где рыбалка начинает входить в активную фазу. Как добавил Андрей Знитовецкий, сейчас активность промысла нарастает в Усть-Большерецком районе. Именно октябрьские предприятия, прилегающие к акватории реки Большая, начали демонстрировать первую волну подхода горбуши. Уже выловлено около 4000 тонн. Начинает нарастать вылов Нерки в реке Озерной. Там тоже уже перешагнули отметку в 2000 тонн. Все решения по увеличению объемов принимаются в оперативном порядке как на федеральном уровне, так и комиссии по регулированию вылова анодромных видов рыб. Напомним, рекомендованные рыбохозяйственной наукой объемы вылова Тихоокеанских лососей в Камчатском крае в 2022 году составили почти 150 тысяч тонн, в том числе около 85 тысяч тонн горбуши, более 27,5 тысяч тонн киты, около 30 тысяч тонн нерки, более 6,5 тысяч тонн кижуча, 494 тонн ночевычи и 5 тонн семы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова